Приветствую вас. На самом деле ответ кроется в том, что вы сами задаете сейчас вопрос, интересуясь этим человеком. Несмотря на то, что он очень негативно себя повел по отношению к вам, несмотря на это, вы все равно пытаетесь его понять. Несмотря на это, вы все равно пытаетесь его, видимо, как-то изучить. И именно вот это вот ваше влечение условно к нему и является той причиной, по которой он себя так ведет. Именно по этой причине он предлагает вам то, что предлагает. Какую игру ведет человек? Ну, на мой взгляд, это не игра как такова. На мой взгляд, это скорее поведение мужчины, который очень неуверен в себе, который достаточно тревожен, эмоционален и неуверен в себе. Я не хочу сказать, вот ни в коем случае, да, не хочу сказать, что вы сделали что-то не так. Я не хочу сказать, что вы поступили как-то негативно. Я хочу сказать, что и у вас, и у него имеет место быть некоторые проблемы. Я хочу сказать, что и у вас, и у него имеют место быть определенные противоречия в поведении. Мужчины изо всех сил пытаются косвенно напомнить вам о себе, чтобы вы, не дай бог, его не забыли. Вы достаточно странным образом относитесь к сексу, почему-то считаете секс гадостью. То есть нет, вас никто не заставляет спать с тем, кто вам не нравится, вот, безусловно. И вас никто не заставляет спать с тем, с кем вы не хотите, это безусловно. Но называть секс гадостью, это по меньшей мере указывает на некоторые предубеждения относительно интимных. А вместе с тем, что идет от того, что вы работаете с мамой и едете с ней, с мамой, каждый день, с работой на работу. Это говорит о том, что вы склонны, ну, что вы привязаны к маме, что вы достаточно с ней близки. А значит, ваши позиции с ней схожи, то есть вы хорошо дружите, хорошо ладите с мамой. А значит, у вас, по-видимому, есть определенная родительская, но не ваша позиция в отношении, например, всего того же секса, в отношении, например, всего тех же отношений и так далее. То есть тут момент, он вот такой, в целом. Хотя это безусловно нужно, ну, корректировать, это безусловно нужно еще выяснять. То есть нужно выяснять, так ли это или нет. Ну, мне кажется, что это так. Вот. Понимаешь, а? Какая, какая история. Вы пишите, в начале знакомства общались хорошо, очень вежливый и приличный человек, который, безусловно, вас привлекает. Тем, кто он очень вежливый и очень приличный. В известной степени это означает, что человек не говорит открыто о своих желаниях. В известной степени это отражение того, что делаете вы. Не выражаете открыто свои желания, не выражаете открыто свои потребности, запрещаете, вероятно, их себе. Ибо очень вежливый и очень приличный человек это всегда, ну, достаточно такая предозрительная история, я бы сказал. По крайней мере. Понятно. Понятно, да? О чем идет дальше. Дальше. Идем. После перерыва, в четыре месяца, вызванные ссорой, человека как подменить? Смотрите. Вы здесь об этом не пишите, но это очень важный момент. Что, как бы, в ссоре, да, именно в ссоре, участвовали и вы, в том числе. То есть в ссорах принимали участие, в том числе и вы. Понимаете? В какой момент. Но почему-то о своей ответственности, впрочем, как и о его, вы за ссору не говорите. Как не говорите вы ей о том, из-за чего возникла ссора, какие были у нее основания. Я имею ввиду у ссоры, какие были основания у ссоры. А ведь это очень важный момент. Это очень важная история. Потому что, от этого напрямую, по сути дела, напрямую зависит то, почему мужчина ведет себя именно так, как он ведет. Что-то в ссоре его, по-видимому, задело. И, по-видимому, что-то в ссоре задело его именно в сексуальном плане. То есть, сама ссора была вызвана, какой-то вот, ну, какой-то историей сексуального зажатия. Возможно. Возможно. Он говорит, что это обязательно так. Вот это не случайно, что он начал говорить это и разговоры с Владимиром Кенсимом. Зная, как вы к этому относитесь. Возможно, он хотел нам доказать себе, в том числе себе, что вы для него слишком, там, хороши, например. Вот. Такое, тоже может, конечно, быть. Вот. То есть, в этом, в этом нужно отдавать себе отсчет. В том, что он пытается отвратить вас от себя, считая себя, ну, вот, недостойным вас и боясь, в некоторой степени боясь выстраивать с вами отношения. Так, по крайней мере, мне видится данная ситуация. Дальше. Так, значит, открыто предложили здесь, хотя раньше ничего такого не предлагал. Ну, тут нужно смотреть, в каком контексте вы общаетесь, в каком контексте начали общаться. Все разговоры с вами на своего контексте, но я сказал, что человек подонок, да, что предлагает такую гадость. Ну, вот, понимаете, да? Сразу же, человек подонок, да, что предлагает такую гадость. То есть, это прям, такая жесткая оппозиция. Мало того, что вы его оскорбили, да? Хотя, я, конечно, не знаю, как он там предложил идти, но, если, наоборот, ты сказал, например, я хочу заняться с тобой сексом, или, там, давай встретимся ради секса. Что-то одно, если он, там, где-то оскорбил вас, открыто, то это другое. Но, странно, то-то человек предложил секс, но никак не делает его подонку. То есть, как бы, ну, вы, правильно, не соглашаться, вас никто не заставляет соглашаться. Но называть человека подонком, это перебор. И вот он не говорит вопрос, почему гадость? Почему гадость? Что такого? То есть, опять же, никто не говорит, что вы должны соглашаться, поймите. Назвать это гадостью, считать человека подонком. Сейчас, при зрите, он надевает тёмные очки, хоть и нет солнца, и мы не здороваемся, но сейчас зеркало заднего вида смотрится на меня. Но это говорит о том, что он по-прежнему ему интересен. А из родителей, соответственно, тоже не удален. Поскольку я сейчас езжу с мамой, работаю вместе на работу в России, а едем вместе, а он войдет до стола, что он с первых дней начал с ним знакомство, практически вскакивает на суставое место и раскланивается здоровое с мамы. Что говорит о том, что для человека важную роль играют родители. Это говорит о том, что сам-то в себе он, ну, в себе он, в общем-то, не уверен. Вот. То есть для него родители это вот прямо такая важная история. Ну, на мой взгляд, конечно же. То есть тут вот, эээ, можно сказать, эээ, в принципе, так. Дальше. Так. Сегодня он очень неначал, сбрятал с блатонными очками, в целом Йоркском фанете один раз. Так. Ну, это значит, что он вот, эээ, хочет, эээ, вероятно, отношения с вами наладить. Все же. Вот. Но по ряду причин, да, он этого сделать не может. Он знает, какая вы, знает, какую он, ну и соответственно. Возможно, он, эээ, на полном серьезе считает, что, точка невозврата, он все против. Вот. Почему он вдруг на ровном месте стал относиться ко мне, как девочке со съема, для съема, ведь я не давала ему повод. Давали только, может быть, не осознавали этого. Такое, знаете, чрезмерное избегание секса и такое резко отрицательное, негативное, отношение к сексу, в принципе, более чем достаточно, чтобы при ссоре, например, эта тема, ну, ну, как-то вылезла. Вот. Так что, да, это, это серьезно, это серьезно. Вот он в том смысле, что вы могли, еще раз повторяю, да, вы могли не давать всему повода. Но, как бы, сознательно. Сознательно повода, да, могли не давать. А вот безсознательно, вполне себе. Вот так, вот так, аноним. А я полагаю, можно ответить вам на ваш вопрос, будет при том, чтобы обратить внимание и выдать свой образ в разделе любовных отношений. Сознательно полагаю, что к этому человеку вы неравноличны тоже. Я не знаю, насколько вы готовы работать над собой, потому что, совершенно, не случайно вы притягиваете к себе именно таких мужчин, вот, я не знаю, ну, готовы ли вы работать над собой, насколько вы готовы работать над собой. Ну, вот. Ну, 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 пока можно ответить вам так, примерно. Соответственно, если у вас будет желание разобраться от себя и получить более подробную информацию, о том, что именно вас спровоцировало, например, ссору с мужчиной и так далее, то обращайтесь, обращайтесь в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok